Кроссфит, фриран и футбол. Все эти слова объединяет одно событие. В окружной столице накануне завершился первый в истории Наринмара чемпионат по дворовым видам спорта. Масштаб соревнований получился внушительным. Зазвания лучших сражались от мала до велика. Все развернулось над территорией пятой школы. Алина Ваучейская с места событий. В 60-е он играл за дворовую команду поселка Лисозавод. Сегодня он снова на поле, только уже в качестве суди. О том, как зарождался дворовый футбол в окружной столице, Николай Честнейшин знает не понаслышке. Сам принимал в этом непосредственное участие. В 60-е годы, когда начинали проводить между школами, у нас зарождался кожаный мяч. У нас, например, на заводе Борис Павлович Бородкин проводил турнир между улицами. После этого у нас была команда «Молния». Мы участвовали на чемпионате города на кожаный мяч, выиграли его. И в 68-м году мы выезжали защищать часть округа в Котлас на все российские соревнования по кожаному мячу. Спустя несколько десятков лет Николай Александрович не перестал болеть за любимое дело. Поэтому не на шутку обеспокоен тем, что дворовый футбол потихоньку вымирает. С появлением мини-футбола молодежь стала перебираться в спортзалы, поэтому возрождать любимую мальчишкам и игру нужно сейчас, пока она совсем не изжила себя. С этим и задумали чемпионат по дворовому футболу. Первый день стал отборочным. Всего заявилось 9 команд, в каждой до 15 человек. В результате определилась четверка лучших. В их число вошла и одна из самых юных команд «Северная долина». Ребята из «Наэта» взяли бронзу. Пока одни гоняют мяч по полю, другие шокируют зрителей выкрутасами. Ребята-фрирайнеры летом не упускают возможность потренироваться и заявить о себе. Ведь их вид спорта требует много пространства, а зала для занятий у прыгунов нет. Скоро будет зима, и то, что нам придется новая тренировка искать, лучше бы зал был на зиму нам. А нам зала не дают, и вот некоторые падают очень сильно зимой для дышки. Тут же по соседству за звание лучших сражаются гимнасты. Они осваивают новое направление в атлетике – кроссфит. Этот комплекс включает в себя кросс и занятия на брусьях и турниках. Всего в этом виде состязаний приняли участие 7 человек. Победу одержали профессионалы. Ребята, которые занимаются в тренажерных залах, они, естественно, выполнили лучше все упражнения. По времени уложились хорошо. Остальные хорошо старались, тоже молодцы. Хотелось бы, чтобы люди стали более активными. И мы, в принципе, этим и занимаемся. Активных спортсменов набралось больше сотни. Организаторами соревнований выступили активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. Идея пришла одновременно всем активистам Общероссийского народного фронта в Ленинском автономном округе. При поддержке народного фронта удалось это все воплотить в жизнь. Думали, что будет немного команд, оказалось целых девять. Почти каждый район города принял участие. Участникам и победителям чемпионата вручили памятные призы и дипломы. Но, как признались сами ребята, главная награда для них – это то, что подобные чемпионаты теперь будут проводиться регулярно. А значит, что дворовому спорту в Наринмаре быть.